Самая северная епархия России – Наринмарская. День её рождения – 27 декабря 2011 года. В состав епархии входят Лешиконские и Мизенские районы Архангельской области, Новая Земля, Земля Франции Иосифа и Ненецкий автономный округ со столицей городом Наринмаром. В начале 2013 года на встрече президента России Владимира Путина с патриархом Кириллом обсуждалась поддержка формирования новых епархиальных управлений Русской Православной Церкви. По итогам встречи было решено – духовно-просветительские центры должны появиться во всех новосозданных епархиях Русской Православной Церкви. Богоявленский храм – духовный центр нашего города. Его строительство началось в 1996 году, а в 2005-м состоялось Великое Освящение. Такие храмы строили только на севере Руси, его высота – 35 метров, общая вместимость – 250 человек. Ни для кого не секрет, что во время служб храм не может вместить в себя всех желающих, и речь о строительстве нового идет уже очень давно. 28 февраля 2014 года в Москве состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с участниками патриаршего проекта «Русская Арктика». Именно тогда архитектор Иван Поляков представил проект «Арктический собор», которым с благословения епископа Наринмарского и Мизинского Якова занимается уже больше года, и в рамках которого планируется строительство духовно-просветительского центра и кафедрального собора Наринмарской епархии. Ради работы на севере Иван Поляков оставил свое архитектурное бюро в Санкт-Петербурге. Я сказал, ребятки, все, извините, я оставляю все, и у тебя Дуринмар. Не всех уволил, часть людей у меня осталось работать, но я общаюсь с ними по скайпу, работаю. Здесь будет открыто под этот проект архитическое строительное бюро. Это здание полностью кирпичное, поэтому технология позволяет вести непрерывно строительные работы всего сезона, зимой, поэтому мы не прерываемся. Здание будет построено с использованием всех современных технологий, но при этом очень традиционными способами. Построен кафедральный собор будет в честь Успения Божией Матери. Он превысит как в размерах, так и по высоте Богоявленский храм, обеспечит оптимальную вместимость и станет частью соборной площади. Площадь объединит всю полноту государственной и духовной власти, придаст завершенность Центру Наринмара. В состав комплекса Духовно-просветительского центра войдут воскресная школа, школа-юнг, конференц-зал, выставочный зал, библиотека, трапезная. Предусмотрена аскетичная, но в то же время комфортная комната для временного пребывания миссионеров и гостей епархии. Все сооружения объединены в единый комплекс, что практически реализует принцип соборности и полноты церковной жизни. В отдельном сооружении будет расположен хозяйственный блок, состоящий из плотницкой мастерской, школы-юнг и гаража епархии. Духовно-просветительский центр будет служить, как явствует из его наименования, просвещению наших людей, духовному образованию, тому, чтобы истинной веры, благочестия, правды, любви люди могли обретать здесь в самых различных формах, и в общении со священниками, и в общении с теми, кого мы будем приглашать с большой земли, и в культурных программах, и в выставках. Средоточием Духовно-просветительского центра по нашим замыслам, дай Бог, чтобы они воплотились в жизнь, станет музей русской Арктики. Каждый может здесь принести лепту своих трудов и Богу, и ближним. Конечно, здесь будут и преподаватели школы искусств, и архитекторы. Я даже не могу и не должен ограничивать. Наверное, здесь, наверное, должен побывать, конечно же, каждый нариенмарец. Строительство музея станет первым этапом работ. Он начнётся в ближайшее время. Весь комплекс по плану появится через три с лишним года. Предстоит много работы. Будет снесено старое здание больницы. Возможно, перенесена остановка общественного транспорта. Значительный вклад в разработку проекта внёс архитектурный отдел Наринмара. Остановка – это предмет, который, ну, как временное сооружение, он переносится в зависимости от, ну, проектирования сети дорог. Она может переноситься, если будет сейчас проектироваться центральная часть, развязка вот эта будет проектироваться, собор появится, какие-то стоянки, подъезды к нему удобные. Естественно, остановка, она, ну, вот, в районе этой площади просто переместится в спроектированное место. Собор в любом городе, он является, как бы, его центром, его вертикалью, его духовной, как бы, истинной любой город. Вот, мне кажется, наш город ещё юный, потому что в нём ещё не дозрели вот до такого собора. Я думаю, что это обязательно должно быть, и в любом случае это украсит город. Арктический собор станет памятником первопроходцам русского севера. Он станет главным монументом столицы русской Арктики и будет нести спасительный свет христовой веры народам Заполярья. Воплотит с собой идею русской истории, русской государственности и историю русской церкви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова